Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Я сегодня встала. И сегодня у меня вообще насыщенный день. Сегодня гендер-пати, который я вам снимаю. Правда, не все буду снимать, но насколько это возможно, интересные моменты, все засниму. В общем, сегодня у нас отбивные. Приготовила я их сама самостоятельно. Получилось очень даже аппетитно, сочно. У нас есть рецепт на канале. И здесь у нас наш араб. Я немножечко вот так вот посыпаю. Обожаю наш араб. Если вы тоже любите кисло-сладкое, это прям вообще, это рай. Вот. Золотой сад. Обожаю этот звук. Течет. Куда ты? Куда ты, дорогуша? Начнем как раз с него. Многовато налила сверху. В общем, ждите влог. Будет интересная. Я до этого никогда не была на гендер-пати. Но сейчас думаю, что это очень интересно. Надо себе тоже организовать когда-нибудь. Кто-то забрала вопрос уже в комментариях. Если на ваши вопросы я отвечу, то я сразу пишу. Отвечу в видео. Как сделала здесь. Кристина Мурадова пишет. Ты часто рассказываешь про бабушку, дедушку, дверного брата со стороны папы. А про дедушку, бабушку со стороны мамы и вообще про родственников со стороны мамы не рассказываешь. Почему не рассказываю? Просто потому, что я как бы росла с родственниками папы. Мы жили в Саратове. И также в Саратове жили другие родственники папы. Получается, родственники мамы все были в Азербайджане, либо в Дагестане. Я как бы тесно с ними не общалась. Ну а так, ближе всего мне моя тетя, которая живет в Дагестане. Несмотря на то, что она живет в Дагестане, она очень свойская. Ей можно все, что угодно рассказать. То есть она просто тебя любит. За то, что ты есть. Всегда поможет. Чем может. То есть реально относится так, как будто ты тоже ее дочка родная. Это не к тому, что все мои остальные родственники ужасные. Нет. Просто мама самая маленькая как бы в семье получается. Она была поздним ребенком. И получается разница между другими детьми очень большая. И, следовательно, у меня с двоюродными сестрами и братьями тоже большая разница в возрасте. Когда они выходили замуж, мне было, наверное, 10 лет. 10-12 лет. Мелко. Поэтому как бы в общем с их детьми я не ровесница. И с ними тоже. У каждого свои заботы, свои какие-то проблемы. Я вот честно, в последнее время снимаю очень мало контента, как вы видите. Вот у меня даже нет времени увидеться со своими подругами. Из-за квартиры, из-за работы, из-за всего просто. Не то, что уж видится с родственниками. Я не считаю, что, как у нас принято на Кавказе, если родственники, мы обязаны общаться, обязаны ходить друг к другу в гости. Я сама выбираю из всех родственников то окружение, которое нравится мне. То окружение, которое ближе мне. Духовно, морально, не знаю, как хотите. Те люди, которые изначально, когда я открыла ютуб канал, звонили моей маме и говорили, что что она фигнёй страдает, эти видео снимает, кому они нафиг сдались. Есть нормальная работа и достаточно. Зачем это ей надо? Сначала говорили так, а сейчас. Спрашивают, как подключить монетизацию, как можно заработать на ютюбе. В общем, с такими людьми мне не по пути. Сейчас не в тему, но я забуду сопу давай. В общем, огромное спасибо тем, кто написал свои истории в инстаграм. Реально, я читала, и я была в шоке. Просто настолько классные истории и жизни. Я буду рисовать в скетчбуке и зачитывать обязательно вам все эти истории. Просто их так много. Их 71. Все те, кто написал свои жизненные истории мне в инстаграм, пожалуйста, не обижайтесь. Все видео будут не сразу. Потихоньку, тихо-тихо. Постараюсь. Все истории зачитать. Чтобы никто не обиделся. Просто 71 история. Это очень много. Так вот, вернемся к вопросу. Бабушку и дедушку со стороны мамы. Где-то 5-7 раз я их видела. Ну вот, возможно, совсем когда мелкая была, я их видела. Просто я не помню. Бабушка со стороны мамы. Она была очень сдержанным человеком. У нее были просто железные нервы. Рассудительная. Я ее помню. Единственное, что я про нее помню. У нее на пальце, вот на этом, была вот такая огромная шишка. Прям огромная. Я в детстве думала, что это бородавка. Оказалось, нет. Просто такое ощущение было, что внутри кожи у нее кольцо. С огромным перстнем. Я спрашивала у мамы потом, а что это было. Мама сказала, что какой-то осколок попал ей в палец. И его не смогли вынуть. Или то ли в те времена это невозможно было. В общем, не знаю, что у нее было с пальцем. Но я помню, что у нее был такой палец. Отбивные нечто. Сочное. Я еще не встала в холодильнике. Мой любимый белый виноград. Холодный. Пока монтировала мукбанг. Килограмм так схомячила. В общем, поэтому не особо тесно общаюсь со всеми. Ну и да ладно. Но на свадьбу приглашать буду всех. Потому что ни с кем у меня никаких терок, там, не знаю, разбирательств, каких-то скандалов не было. Вот все говорят, хорошо, когда много родственников. Я бы не сказала, что прям хорошо. У нас соседка женила своего сына на девушке, у которой в это время семь братьев. То есть, ладно, в военные годы, да? Нет. В нынешние годы она получается восьмая. У нее семь братьев, и она одна. И они получаются все старше. И на ее свадьбу она, считай, придано и не покупала. Просто братья между собой договорились, кто что купит. Каждый что-то купил, и все организовали ей свадьбу. Классно. У меня всего один брат. Мы с ним иногда, когда болтаем, я говорю, Сархан, я хотел бы ты, чтобы у нас была бы еще одна сестра или еще один братик. Потому что у меня отец очень хотел третьего ребенка, но мама была против. Моя мама считает, что идеально это один ребенок. Максимум два. Так вот, брат говорил, зачем нам еще братик или сестренка? Живем себе в кайф. Я так посмотрела на него, посмотрела на себя. Подумала, мне все-таки, наверное, в жизни не хватает сестренки, с которой я могу какие-то моменты обсудить. Но, слава богу, у меня есть очень крутые подруги, которые мне заменяют сестру, но в любом случае сестра, конечно, это другое. Когда я однажды в видео сказал, что я хочу сестру, мои подписчики все начали писать, Айка, у меня есть сестра, это ужас какой-то, мы ругаемся каждый день. Папа хотел два сына и одну дочку. А мама вообще считала, что два ребенка это более чем достаточно. Я тоже хочу одного, но просто всем обеспечить ребенка, чтобы у него было все. Не то, что одела булла, а дальше как хочешь. А дальше потопал сам. Хотя, когда мы стиральную машину привозили, нас привез мужик, и он рассказывал про свою семью, показал нам фотографии, у него пятеро детей, четыре дочки и один сын младший. и он так воодушевленно рассказывал про свою семью. Говорил, вы знаете, это такое счастье. Я ему говорю, а жена ваша работает? Нет, говорит, пусть занимается воспитанием детей, но я всем детям хочу дать образование. Там рассказывал он, он бывший военный, спецназ и вообще такой, знаете, умный мужик. Я говорю, а как обеспечить-то? Так у них нормальная вроде как пенсия, да, у спецназа. Говорит, вы не представляете, это такое счастье, ты приходишь домой, одна дочка что-то тебе там приготовила, вторая, третья. Сына. Это надо отдать сыне. Сейчас этот фиксику дам. Вынуждена с вами прощаться, сын зовет, уже плачет. Всех люблю, целую, всем пока.